всем привет это проект хоспитал project хоспитал и юлиана и вадим сена это страшный логотип этой игры кулак такой целый день это смотришь и только заметила ты вообще чем занимаешься может там пятую серию или какую снимаем а ты еще только-только-только невнимательная мы покажем уро три урока первых мы уже прошли то есть три серии мы уже сняли не видим ваших комментариев ждем пишите подписывайтесь и так но для этого мы и работаем так что мы начинаем компанию номер один и которая называется в долгах как в шелках нет привет босс освежите знания вы же прошли обучение правда ведь а я же говорил нам понадобятся все ваши на если мы хотим бросить вызов мисс мисс фаер медика мы знаем что вы раньше работали без fire medical и помогли им стать лучше но их жадность заставила вас уйти как и вы мы хотим предоставить людям лучшие условия и с вашей помощью мы смогли бы это сделать мы в затруднительном положении с этой больницы наш менеджер взял огромный заем у банка и сбежал деньгами мы подозреваем что он работал в мисс мисс fire medical они просто не хотят чтобы мы преуспели их план действительно может сработать потому что если мы не сможем вернуть деньги в банку вам нам придется закрыть больницу поэтому вы должны сделать все возможно чтобы исправить эту ситуацию поскольку вы здесь новичок банк позволит вам занять еще немного денег но мы думаем что в нашем уже интересах занимать только в случае крайней необходимости вы можете увеличить как доход такие количество пациентов выполнив задачи страховой компании должно быть облегчить задачу 20000 если что что нам нужно имейте баланс выше нуля сейчас нас баланс 20000 у нас 60 единиц персонала вылечить 10 пациентов за день зайди пожалуйста в банк чтобы вы знали сколько вообще он там взял денег наверное доллар день с нас снимает 1600 всего он взял 160 тысяч ничего себе ну поехали в общем-то две машины но это та же самая больница что и в прошлой серии просто потому что мы можем принципе у нас есть варианты отказаться от одной машины можно уволить кого-то из врачей закрыть какое-то отделение у нас и так закрыто 1 2 3 а почему закрыто интересно ну ладно как все добрый программу вон пациент уже топает один здесь у нас столько пространство где мы уже второй этаж еще и вообще не достроен только 1 песня ну мы можем брать кого-то из пациентов под свою опеку для того чтобы ну может быть лечить их посмотрим по одному дню до пока без каких-то ну да но постепенно надо главная скорость не увеличиваешь моем постепенно вникали в процессы но это врач идет домой уборщица точнее давай к регистратуру потому что там кто-то тоже пробрался или давай следи за ним кто там еще ты говоришь кто-то еще не увидел это у нас где у нас вообще регистратура а вот сейчас определим это вот он он идет регистратура у нас на втором этаже очень удобно их те же это не регистратура потеряли нашел пациента ну не кладь не на вот этом окошке чтобы мы за ним следили ну на фотографии вот этот крестик уже сидит перелом нижней части в челюсти значит это на и пушках его рентген сразу головы рентген головы кто это тут все сложно уже суставы и мышцы кто это Торица реберного округа, травма груди, проблемы с дыханием. Это когда физиокальная диагностика, да, наверное? Или вот это. И рентген клетки. Нельзя? Ну, вроде влезут его. А, под наблюдением, видишь, его под наблюдением. Диагноз поставлен переломочной челюсти. А что там надо для челюсти? Операция при переломкости черепа. Операция... Операция в питье. Ну, его сейчас везут на рентген голову. Уходим, да? Я тут не видел рентген, если честно. Они вот есть, да. Да, значит, на рентген. Так, кто, как-то где? А, давай ее нужно закрыть, как-то. Уборщицу? Устите. Ты на пациенте кладешь? Или это есть в обществе? Нет, это другая. А? Там... Грипп у нее. А что лечит грипп? Противовирусные препараты. А, знук. Жаропонижающий. Угу. Вот так кажется, что это все. Ну, все-таки все. Высотой все, но и это что-то другое. У этого еще неопределен. Пока еще.. Наблюдения пока что. Сейчас рентген головы не делал. Перелом челюстью подвертился. Вот, что с челюстью? Как раз перед тем, как переключаться и молчать. Это какой? Вот этот? Да, верхний. Верхний вот этот. Наблюдение уже. Может госпитализацию в ПИД? Или скорую? Да, давай госпитализацию в ПИД. Проклон с дыханием. Это еще не придет. Там еще три скрытых. А что ему еще можно назначить? Ему еще можно что-то назначить. Где-то сделано. Так, что у нас происходит? Мы немножко заработали денег. Так, уже у нас 21600. Давай еще возьмем кого-то под наблюдение. Вот кто-то сядет здесь. Ну, мне непонятно что. Анаемия. Волчанка. Надо анонс крови. Угу. Отлично. Так, Томас у нас под наблюдением. Крэйси у нас прежде мы не можем установить у него ничего. Ну давай еще пару назначаем каких-то. Все запросы еще происходят. Угу. И Карель. 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 Кто-то в очереди у нас сидит. Жар. Жар, жар, жар. За сидит, лепченка. Такие проблемы. По одному проценту вероятность общения никакого. Вопрос. Сейчас посмотрим что он будет. он уже зашел а у этой девушки? пока еще определяет анализ крови еще по-прежнему Кэсси Янг сухой кашель, головная боль, жар, простуда венебесная, танделит Простуду уже определили, отвертаем простуду и начинаем отдых Средства откачки и все нормально Пускай он тебя, иди, занимайся, вылетел Тут еще анализ крови, тут грипп должен уже Да, он уже ушел Кто у нас этот грипп? Угу Обследовано Рентген крупной предки сейчас делают Угу И здесь перелом нижней челюсти, облачная госпитализация назначена Угу А вообще перелом нижней челюсти Операция при операции Да, давай Операция назначена Так Это анализ крови, пока ничего не понятно Кто еще у нас здесь есть? Вот этот какой-то пациент зашел Да, посмотрим на него Деньги растут 22,400 у нас Ушип стопы Ну, надо точный рентген здесь назначить Так Девушка А вот тут уже четко аналия Это конечно не жёсткая Железо-солодежка Жёсткие добавки Я не знаю там какие-то рекомендации еще положительные Так Это в процессе Дарентгенный фроз Девушка ждет ее и озвучит результаты И этот товарищ с сушильной груди Что можем лечить? Охлаждающую массу И можем его госпитализировать в принципе Ну что в груди Да я думаю Проблема с дыханием у него и травма в груди Проблема с дыханием КНТ это что? А где где? Ну госпитализация в КНТ Нет, нет ложной травматологии Ну давай Так Так Этот товарищ В процессе Карен сейчас с ней поговорят Духа что как там Ну слишком много Наверное Какие-то процессы происходят Которые мы не контролируем Ну тут мы можем вообще не это Не назначать никаких этих Ну Ну какая вероятность будет Потому что это правильно Они назначили Аравитический артрит Как тиграли Рост ров Д Ф Гормоны Прости задача выполнена задача для страховой компании была выполнена вылечить 10 пациентов за день награда государственных грантов 20 тысяч ух хорошо идем а что там еще ищите баланс выше нуля и достигните шесть престижа в конце дня а где этот престиж смотреть я кажусь уже вижу госпитализирован идет в кровати уходят мы его лечим рекомендации как льет и лечит ушиб стопы как лечить какие-то еще рекомендации и Карен Беркли у нее ревматоидный портрет и все и она начинает нас ждет ждет что кто здесь еще кто это у нас Фрейзер Гонзалес у него работает тошнота у него нужно какие-то анализы сдать СРП это что? Взятие микробиалов ну давай и сборка обычно берут когда если есть подозрения на такие вещи хотя если аппендицит то так это идет был вызван идет в лабораторию а что мы ей назначили мы поставили ей анализ и диагноз но она еще идет на она еще надо туда будет посмотреть можно пока не ставить ей диагноз все видишь нажал просто на отмена все нажал все ну вам за ней следить что у нее там будет кто это у нас а мы сейчас в процессе не смещают вот эти ну уже не нельзя было вот этого не делать это правда и плохо кровь ну так можно это отключить да просто я же у тебя спрашивала там в самом начале я сюда только смотрю я туда даже не смотрю вот это там под контролем бородей ну от опека тоже сделаю вопрос при регистратуре психологическую и мы сделаем еще диагностику посмотрим ну скорее всего у него что-то тоже с ногой поврежден и где у нас идет куда-то был вызван куда-то сейчас куда-то врач Танна Дэвис как приятно видеть баланс в 45-600 так что у нас с Томасом перелом нижней челюсти и идет в процессе операции Кейси да да это ему сейчас озвучивают а он уже уходит да Карен подтвердилось все и ее госпитализировали тоже представляешь фортрит как текстуроид так фрейзер в моем зале скулой запланировали процедуры а это наш пациент с которым мы наблюдаем что это чтобы запланировать другое обследование ног кора над ноге надо ставить подтягу как лечим и если кровоизлияние боль надо его госпитализировать заживание раны госпитализация либо в КНТ либо в КНТ я думал неотложность принимать тяжелобольных пациентов скорее всего неотложность встанет сразу по прибытию а это интенсивная терапия интенсивная это что неотложность а потом госпитализация так что здесь он ждет 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 чего ждет а она искала сейчас все люди анализы делают что это что это ее просто мы госпитализируем что удовлетворяют потребности неотложность где она в туалете в туалете пушит в туалете простите 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 боже карон беркли здесь которая кровоточит болит открытая рама бродит по вот кто нам кровавые эти делает уборщики убирают да когда ты говорил про то что надо повысить 60 людей звездочки туда ну поиски должны уже при этом достигнуть а в конце дня то есть до конца дня еще целых скука девять часов еще и специализирован бездействует в кровати операция прошла нечего не прошло прошло это катаюсь и не не зелё оранжевая это проходит синяя это в будущем наверное черная и зеленая вот смотри как здесь так процессе этот ушел следовало измерение температуры еще взять крупные анализы это и назначу потому что один скрытый симптом еще а вернись к предыдущему там два скрытых еще симптомы надо еще что же все возьми из крови а из рб это что такое зелененькая реактивный белок являет активности 4 тестом на основе быстрой анализа крови измеряющей концентрации рактивный белка который это что-то воспалительных инфекцион твое ну ладно хорошо просто там два скрытых симптома каких-то непонятных 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 да ну давай сделаем церковь ай платки хорошие ну если скрытой симптом и тут один скрытый тут она без крови ну еще процессе а что льюис тут уже госпитализация проходит из-за шивания ран ну наверно еще льюису наверно это повязку длинно узкая ткань с широким эффектом применения необходимым кому-то а гемоастатикой то что это повышающие сверху мертвыми кровью ну подожди нам надо повязку но не бандаж узкая ткань с широким спектром применения ну если она предлагает может ну бандажом мы перемотаем да остановим кровь ну смотри остановивающую кровь ну да вон кровотечение открытый ран и кровотекольное влияние боль да в аллергетике тогда что здесь в процессе да да что по нему вообще ничего не понятно да угу оттенка ушек так ну что кого то еще возьмем да ну то есть а под крыло да завершила процедуру что мы должны сделать еще ландаж сейчас будет делать да ну после зашивания раны ну геоместетики сразу заживаний а Ага. Ага. Давай скорую помощь исчезла. Угу. 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 Она потом, если не поможет. Угу. Да. Угу. Угу. Да, она здесь еще только. Угу. Угу. Кстати, скорая помощь у него исчезла. Ну, там дико-чиняя, вы не знаете ли, а юбш, а не, вон она есть в процессе. Простите, простите, послушайте, пожалуйста. Я нервничаю, тут такое. А как лечим? Надо сначала послушать. А, там ещё два скрытых антибелочки. Мы уже прописали. Скорая приехала. К выходу. Нет, к выходу. Вот, потащили. Срочно за ним следи. Вот. Следи. Госпитализм транспортируется в комнату. Ушибка голени. Простой перелом бедренной кости. Простой перелом. Ну, сразу на рентген. Так, давай. Тут. Есть ещё все симптомы. А, это с челюстью которой. Ушибка голени. Ушибка голени. Только вмененный бой, бой, ушах. Так, это тот, у которого госпитализированы. Который сейчас я не буду делать. Вот это данный Джеймс, который бронхит, который все, в принципе, прописали. У него еще бронхит, но она уже уходит, ну и все, вот так. Отшелся в плюс. Некровотечение остановили, повреждение кожи, мышцы, может двигаться, обширное повреждение кожи, мышечной ткани, физиокальная диагностика. Мы ее применили, вроде бы. Ну, думаю, скоро будет пишут. Так, клиника завершила работу. Ну, она до 18 работает. Ну, то есть, ну, пациентов принимает. Ну, отлично. Она вряд ли упадет, ну, если их кто-то не ископает. Интересация. Ну, и ладно. Так. Что здесь у нас происходит? Ну, рентген делают. Да. 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 О, он как-то... Сейчас поднаглудили. И анализ крови. Перейти к перелому малых. Кольцовой кости. И еще два скрытых. Гипсовая повязка на голень. Сейчас физиокальная диагностика. Тут нет такой опции гипсовой повязки. Есть только бандаж. Теперь появился бандаж и гипсовая повязка появилась. Тогда можно обозначить, да? Угу. Ну и боль присутствует, да? Боль присутствует, да? Боль присутствует. Здесь издает анализ крови. Где? 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 В этом участке. А где? Я тоже не вижу. Может, за вот этой вот нашей таблетки, может, ее передвинуть надо? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, все равно не вижу. А где? Бельстве стоит кровати написано. Где кровати? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Где палата? Я его не вижу. а ну еще раз классные на это может так нам покажет а вот это жизнь ведь так вот это вышел пересменка это теперь время время я думаю холодный компресс еще ну почитай хотя бы чтобы успокоить болезненные чувствительности Ну и тут отек, вернись обратно и холодный комплекс. Так что у этого рентген сейчас в госпитале Витализация, да? Угу. Отек, боль. Сейчас если я это всё сделаю, то всё будет хорошо. Угу. Идея тут в кровати. Ну она лишь в кровати. Наверное медсестра, медсестра будет что-то не закончился. А что у него так быстро делается? Может быть. Да. На левитике закончились, но мы выпала госпитализация следующая. Угу. Очень рекомендации. Так, у нас 33 982 почему-то. Угу. Возможно зарплату в голову платить. Ну да, поэтому упали деньги. Ну возможно. Ну глянь на вот этот бюджет. Мы узнаем куда ушли. Восемь тысяч. Воклады клиники. Угу. Да. Воклады клиники. Угу. 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 Ну пришел в тот случай. Мы заработали 20 тысяч просто так. Чем планировали. Угу. 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 Мы можем его под опекой не держать. Пусть будет под контролем врачей. Угу. 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 У него только пока повреждение мышцы, так что я тоже думаю, что мы можем его отпустить к врачам. Да? Угу. А этот, который у него только осталась гиперемия и она в низкой стадии, поэтому тоже я думаю, что все будет нехорошо. Угу. Угу. тут у нас сальмонолиза непонятно а вот у него непереносимость лактозы тут все просто лактоза не переносится на молоковый пиол, чтобы у него аллергия сменение диеты, препараты для лечения желудка спазмы, можно спазмолитики, если спазмы в животе да все, он уходит так спит госпитализован спит госпитализован все ночью все спокойно, никто не ходит по кабинету ну пока никого не привезли направь на центральный вход, потому что скоро, если будет приятно скоро и тут обе стоят ну давай увеличиваем время кто от двадцати от медсестра проводит свободное время уходится уход за пациентом младшая медсестра это у нас идет кто это лежит так ожидает в кровати что ожидает пока кто-то отдохнет тут и тут кто-то лежит тут еще это за ним приехали в комнату в какую-то транспортирует влит наверх все там где он чики-чики он не покажет где он не показывает надо подняться вот так это момент угу а это палата прикольная спит спит что там женщины в одной палате как-то неправильно где ну вот сидит На диванчике. А, это я её вызываю. С этим непонятно. Непонятно, что я с ним делаю. По идее должны зашивать. Но врача нет. Наверное, на ночную смену тоже врача нет. Да? А давай посмотрим? Давай. А как смотреть? Петлы. В шесть? В семь? В семь. Начинаю. Врачи, медсестры. А хирург где? Это в стационаре. А как поменять? Другое отделение. Не хватает ковричей, да? Не знаю. Я не совсем понял. Ну вот. Мне кажется, что здесь не хватает кого-то. У нас вообще хирургия есть. У нас вообще хирургия есть. Отделение. Ну да. Комната ожидания. Кабинет врача в хирургии. У нас есть уборная. Коридор. Ну откуда ты знаешь, что это хирургия? Ну вот я зашла в отделение хирургии. А, все, понял. Ну, значит, нет хирурга надо нанимать. Хотя я не понимаю, что такое ноль. Это значит нет? Помещение. Ну, наверное, нету. Ну, оно есть, но оно не относится именно к хирургическому отделению. У нас вообще оно... А, у нас, наверное, оно закрыто. А как мы смотрели с тобой в отключенное отделение, не помнишь? Угу. Ну, там внизу укладывать надо кнопочки. Не, еще ниже. Вот это, наверное. Вот это? Да, вот это. Ага. Давай всех показать. Нет, хирургия открыта. Только что там? Там галочки есть, а у этого что? Что это? Клиника не работает. Госпитал не работает. Макарта не работает. И как нам с этим справиться? Ну, то есть, здесь видно что? Угу. Пациентов в стационаре. Пациентов свободных. Угу. 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 А до ортопедии я... В ортопедии семь человек лежат. Вот это что означает? Угу. То есть... Увеличенных, неувеличенных, ожидающих. Да, ожидающих тоже нет. Да. О, я уже свободно кровать. Обычную госпитализацию. Я не буду госпитализовать. Обычную госпитализацию. Приехали? Ммм. Ну, я эту больницу не строил. Я не знаю есть там, нету чего. Где это хирургии, где оно находится. Показали бы. Вот это вот тотили, это тотили. Не понятно. Так, это мы уже как-то можем дать на паузу, сейчас посмотрим, как можно эти кабинеты посмотреть вот так, правильно? А это по значкам надо определять. Угу. На хирургию ещё? Да. Это мужик в маске, наверное, на втором этаже. Картеология. 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 И всё. А вот эта тётка в маске, это что? Слева. Тётка в маске. Вот это? Да. Ну классно. Что это? Постметистер. Понятно. Не то. У нас нету хирургии. А в каком он отделении сейчас лежит? Молчается. Да. Подожди. Обычная палата его нужно. Обычная палата, видишь? Места заняты. Места заняты. А чё без головы? А чё без головы? А чё без головы? А чё без головы? Да. Колькульт. Там у нас стоит. Не против? Нет. Да чтоб не строить отдельно кабинет. Вот так сюда. Нет? Нет. Сюда, значит. Убираем. Я знаю, что у него там убирается. Это не убирается. Ставь. Это не убирается? Нет. Это ж это. Не, я хотела просто куда-то его переместить. Ну это ж в этот уборщик пришёл убираться. Аааа. Простите. Тут тумбочки будешь куда-то влево-вправо убирать. Убираем. Какие тумбочки? Ну вот этот стул. Убираем. Убираем. И стул уберётся. А уже там уже пробовали убирать. Ааа, набраво. Там уже. Убираем. Там уже. Ну, переместилось. Давай его переместить. Да, это вообще надо. Не, вот к этой палате ближе поставь. Вот так. И там ставь другую палату. Кровать здесь, да? Она называется? Да, кровать. Нет, тихо. Личная кровать. Ну, там они нужны, наверное, такие, да? Да, только поверни. И вот эту пристенную штуку. Угу. Да. Вроде всё. Ну, сейчас, может, сообразит и повезут. Ну, я так думаю, что его не прооперировали. Зашивание раны. Кто сделает, если хирурга нет? Она есть хирургка, но если нет, то хирургии как-то не нужно. Хотя, ну... Вот видишь, меня смущает, что вот это вот нервное... Неактивно. Хотя, вот оно показано, да? Вот оно показано. Наверное, это не что-то такое подозрение. Что-то это хирургия. Обычная палата. Обычная палата. Оно у нас... Получено достижение чуть-чуть левее. Перед 20-50 объектом. Поздравляю. Чуть-чуть левее. А здесь какие-то двери двигались. Спустись на тот этаж и кладь с ней ту комнату, в которой он лежит. Эта комната отдыха. Кажется, он здесь этаж лежал или нет? Ммм, здесь этаж лежал. А где оделся? Да. Потому что не шума ведется. А ну все-таки вызови, что это за комната. Комнат неотложна травма. Ага. У нас все помещения заняты. Третьего этажа у нас нет уж? Третьего этажа заняты. Угу. Вот. На третьем этаже можно добавить. А тут что у нас? Ну это комната отдыха. А дальше? Туалет. А дальше? Ну рентгены. Рентгены. Ну стресса, что тут отделение надо строить. Хирургии. Что это? Нет. Так. Где? С этой стороны или с этой? Да. Посмотрим, что нужно для кабинета комбинаторной хирургии. У нас не было вообще. Лабораторная хирургия. Комната отдыха. Координаторская. В общем нам надо все эти комнаты построить. Координаторная хирургия. Обычная палата. Пост медсестер. Угу. Нет. Давайте что-то у нас из этого есть. Ну как это проверить что у нас есть? Давай еще раз. Вот видишь? Что это означает? Ну ничего. Клиника ничего. Клиника не работает. У нас специализация не работает. Наверное потому что это у нас. А вот на чуть-чуть и ковно видишь он напишет. Наняты врачи рабочие места. А это комната или нет? Это количество пациентов. Это не средства. Угу. Угу. Ну давай пару палат сделаем каких-то да? Угу. Ну да. Ну хотя бы основные первые. Вот общая хирургия. Она предлагает комнату ожидания. Ну кабинет врача. Это то что обязательно. Угу. Ну давай комната отдыха и кабинет врача там уже. Можешь рассказать кабинет врача? Угу. 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 Наверное на первой странице кабинет хирургии. Ну вот это кабинет ампулатурной хирургии. Угу. 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 ты не спишь? нет да еще какая комната отдыхать как я там нет, комната ожидания нету наверное это с общей этой фишки ну помнишь? да, да, да комната отдыха может комната отдыха это для персонала комната отдыха ну можно и нужно наверно комната отдыха вот здесь, да, ты типа считаешь, что нужно взять здесь комнату ожидания и вот ее сюда да может по-другому да, вот так вот так ну и надо персонал тогда менять ну нам нужен врач 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 общая хирургия 91% это запясть и 92% за 55% подешевле они будут ну давай да ага ага нет рабочего места там подпись нет прийти ок как это нет рабочего места? осталось странно ну что вообще как это мое нет рабочего места? идет домой уже построили надо его в ночную смену как нужно угу так это сейчас он наверное в ночной вернее в дневной ну давай на дневную халя там приходит потому что уже 11 часов он просто я не понимаю смотри ну у нас вот это начало мигать ага так давай что может закрыть это дело потом тут 0 персонала который по soros персонала или нет в в в в в в в в в его кто А шо там еще какие комнаты можно купить дополнительные комнаты? Она же посчитала и комнату отдыха и кабинет врача. Угу. Странно. Ну давай еще раз попробуем, да? А это ваша? Ну так это другой. Ну давай ночью шоу. Ну давай ночью будет другой, тот днем будет, а этот пускай ночью. Я совсем не понимаю, почему она пишет, что на то место. Угу. Какого-то... Он сама, он работает ночью более эффективно. Угу. Ну так правильно он ночью у нас и стоит. Ну ладно, давай пока он заморачивается. Окей. Ну подожди. Ну это стационар, он относится к этой общей хирургии. Может у нас ординаторскую надо поставить, кабинет общей диагностики, обычную палату, операционную, пин. Угу. 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 Пост медсестёр. Угу. 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 Желательно, чтобы они возили этих. Кругом стоят, кажется, вот такие или вот такие соконы. Да, вот. Они уже стыжные. Вот, видишь, вот такие вот. Такие, да? Наверное, да. Да, кабинет общей диагностики. Сейчас потратим, уже 14100. Давай пока никуда не тратить. Кому нужны из врачей сюда? Раз, два, три, три. Смотрите, три, сколько врачей? Четыре, пять. Это мы вообще кого? Ординаторы? А, ординаторов нанимаем. А то медсестер. Ну давай одного ординатора и одну медсестру, пока нам хватит. Давай дверь, давай. Ну да, согласен. Это у меня идеально. Совсем согласен. И сам. Только это одну ставь днём, другую вечной ночью. Хорошо, сейчас я потом это пойду. Угу. Ты, кажется, здесь можешь, ну то есть, ну не вызывай кого. Нет. Ну, это уже потом. Не ставь днём. А вот теперь вызывай. И тут ставь. Ночью днём. Нет. Долгая дорога. В этой. Ну тут день поставь. Так же само у тех. Эй, куда-то оделась. Почему её нет? Кажется, это была одна машина фотографии. Не убитая. Я хочу днём. Так. Где зарпады? Так, это ночь. Ночь. Сейчас понаблюдаем. Что она ещё на этих застояжений. Да. То есть, уже три у нас. Ну давай с этими. Так. Тут непонятно с аварии. Ну и байки. Это тоже непонятно. Ну и у неё. Ну давай так. Что мы его поднём, он будет ночью. Угу. А с этими? ну тогда пока это давали заработаем деньги потому что сейчас в 24 часа у нас как снимут денег нам мало не покажет ну мы же не все построили останови время время задача выполнял задача для страховой компании была выполнена достигнут 65 наград 25 все устроим дальше может ты же увидел что сколько мы потратили я понимаю работать с рабочими местами что я тоже не совсем понял кстати здесь еще большое пространство ну тут два кабинета точно можно построить каких-то это просто дневной кабинет но есть еще кабинет общей диагностики обычная палата пин операционная кабинета кг кабинет узи что все помещения ну кабинет общей диагностики я думаю это как раз то этот кабинет который нам нужен да давай гладь снимем ему узнаем общая диагностика а мы как вот этот это просто кабинет врача кабинет врача да ну давай кабинет общей диагностики то есть он не в хирургии хочешь сказать да я не знаю кстати лабораторная хирургия тоже у нас там была с красным маленьким по моему сейчас мы вернемся к этому координаторская обычная палата пин вот кабинет диагностики что ты думаешь если здесь а можешь повернуть сюда вот так вот сюда не заезжают это отдыха кабинета поместится вот сюда тоже рядом через две клеточки поставишь другой какой-то кабинет что здесь персонал что здесь появилась вообще диагностика да появилась ну видишь ночью все задействованы и тут не надо чтобы ночью почему-то хирургии и анастолиологи и пациенты ну значит операции днем все идут хотя я был для страховки все таки один ночью один днем может загруженности мало в общем надо будет добрать персонала дневного видишь тут есть необходимость и тут еще нужна обычная палата врачи одну медсестру и два врача еще вот здесь надо добавить кто здесь кто в этой палате это кабинет общей диагностики так вот что-то непонятно кто здесь медсестра врач не знаю а ну это открою опять стройка строительство именно эту на следующей странице еще раз на следующей вот и тихо читай один врач персонала будет читающий в ординаторской а ну что да в ординаторской то есть я думаю что тут никого не надо у нас с палатой нужно нам дать что-нибудь да он палатой вот это конечно не нравится вот это конечно не нравится для меня психиоргия и персонала врач ну и днем он прибудет лабораторная хирургия она не красная здесь общая палата потом пин операционный кабинет но надо обычная палата сто процентов пить сто процентов операционная тоже да обычная палата да обычная палата вон какую такую такую и пусть и это вы порвают А, и операционная. Операционная. На второй пинг. Угу. На большой пинг. Отвинься. Угу. Угу. Операционная. Операционная, следующий, кажется. Операционный блок. Ну и всё, он один, да. Ну давай. Ну, я не знаю, да, посмотрим. Да не, вроде не помнишь. Угу. Угу. это ты сказал если что пенита ля баста и лакомедия сейчас на лоховики приедем но мой день начали как раз вовремя я думаю мы за день в плюс все равно выйдем нам главное в минус мы конечно ушли ну следи за этим пациентом который там типа где он там не не вообще надо за ним проследить чтобы знать где находится ну пришел врач не пришел на пили и кладь не его под контролем мы знали где он находится и кладь не чтоб следили за но если вы перебудут подвигать не надо нажимать так что здесь все хорошо госпитализирован только меньше а уже шесть утра скоро приехал быстро на скорую 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 вот справа вот сейчас должна приехать она едет а это дома Отлично. Вот это. Вот это? Баринген. Мерофизиологическое обычное и рентген. Угу. Так. Мы за всеми остальными следим, кто за это уже под контролем. Так, линда это дома уже. Идёт домой. Это врач. Толпа народу. С этим что-то делают или нет? Или он так и лежит? Пока лежит, никто даже не приходит. Так, давай займёмся врачами. Что там у нас по общей хирургии? Нам надо ещё два врача и одна медсестра. Ну, ещё пишет, что дневная хирурга надо нанять одного анестезиолога и одного операционного. А, операционная медсестра ещё одна. Медсестра. Операционная медсестра, операционная медсестра. Ну, вот операционную надо одну выбирать. Если я просто так выберу, вот так, и перетащим, он же найдёт. Анастезиолог? Ну, думаю, да. Ну, так было, по крайней мере, написано, что они находят. Анастезиолог. Анастезиолог. Я помогаю по врачам пройтись. А там посмотрим, кого есть. Есть врач, у которого общая хирургия больше всего. Хирурги нам нужны? Угу. Как это? Что так? Смотрим, да? Пока нет. Ну, я его не взяла. Да? Угу. Угу. Один врач ещё. Атуда? Врач, а хирург. Угу. Хм... Угу. 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 Прикратите смотреть, потому что мы сейчас их понанимаем. Уже минус 25. Откройте отделение общих хирургий у нас задание. В принципе, мы его частично уже открыли. Что-то она не открывается. Потому что у нас ноль врачей. Странно. Может надо заведующего выбрать тогда. Наняли. Но эффекта никакого. Потому что у нас это минус конкретный. Ну что, было вообще 25 тысяч. Сейчас уже поменялось на 19. Нам какой-то бонус еще дали. Как его? Как его? Как кадровое агентство подкачивает. Давай. Купит мне уже список кандидатов. Общая практика общей хирургии. Вот, у Анастасии есть. Вот, давай. Пока ничего не случится. Сестрано. Поцелуровали асимптомы с избранным пациентом. Первым ампитером. Это у Карл? Угу. Угу. Гипсовая повязка, да? Да. Боль. Антогетики. Ну, а потом посмотрим дальше. Этот в процессе, этот в процессе. Этот тем более в процессе. А где ты? На первом этаже. Загорать. Никто к нему не приходит. В общем, где он? Где ты видишь его? Где ты видишь? Уже нет. Это ты, нет, это ты второй этаж нам включила. Он уже на втором этаже, наверное. А ну еще раз его выдели. Ну да, его нету. Он уже на втором этаже где-то. Госпитализирован, транспортируется на обследование. А, все. Вот. Вот. Так, что мы все сделали? Ну еще гипсов. Угу. 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 Усть кому надо изучать? Угу. А как мы это делали? Угу. Ну только комнату вызывали. Это на самом верхнем этаже? Вот. Кто там? Хирург? Угу. Да. Есть, смотри, появился. Супер. Да, но врач, не хирург. А как нам хирурга? Все, три из трех. А у хирурга и анестезиолога пока нет. Ну давай, нету там больше анестезиологов. Давай, давай, общая хирургия, но с большим процентом. Четыре врача уже из трех. Как его уволить? Уволь страника. А, в операционной. Думаешь? Да, да, да. Вот это операционная? Да, кажется. Ну, никуда поставить. Закрой. А, подожди, а если сюда перетащить? Да? Ну, давай. Ну, не знаю. Некоторые надели. Тенз? Нет? Нет? Мне кажется, у нас же столько персонала или что-то? Ну, там тоже не поменялось. Типа, это не врачи, не медсестры, ничего. А, не. А, не. А, не. Типа, только там и была. Четыре. Ну, я не в курсе ее тоже. Все, забито. Капец. И врачи показывают ноль. А что там ноль? Обследует, диагностирует, лечит пациентов. Специализируется в общей хирургии, требуется один. А, кто тут надо менять? Ну, у того, у кого меняется. Нет? Или найти такого врача, у которого это есть. А если... А как их искать? Оооо, он уже убился. А можно персонал посмотреть просто? Ну, именно это вообще хирургии. 20 цифровых, что ли. Как их найти? Отделение... Так, как мы там... Нет, за всем это просто. Это просто помещение. А накладь мне на заведующий. Нет. А вот это плюсик, это что? Можно добавить заведующего из этих всех товарищей. А, из этих четверых? Куда у нас? Ага. Угы. Угы. Это лучше. а тот ну а этот вообще так нет тут должно где-то меняться а ну вот эта форма форма это не форма так я нашла до вот они как менять их я еще не знаю но вот они все вот здесь нажимаю просто потом предлагаю кого-то уволить как это сделать я не знаю все сотрудники но отдельно вызываешь и его уволять так вот это да 14 например она в общей хирургии мы ее удаляем как уволить а кого-то можно с хорошим процентом назнать с хирургом например вот этого 819 сейчас попробуем это можно назвать назначить нет у него нет хирургии ну давай всех по порядку у кого высокий процент нет это что-то не то может их обучать как-то а ну вот эти вот звездочки и компьютер это что избранное назначить сотрудника на рабочее место это таким образом да так ладно да так тоже серенькая у нас наверно ни одного хирурга нет а ну стоп еще раз может быть ассистентом на операцию есть как а вот правая эта жутом самая право кнопочка нам точно кого-то надо увольнять потому что у нас их больше чем надо ну самого слабого вот 40 процентов 58 процентов 14 процентов ну на младший ортонатор точно потому что 3 и 3 из 3 вот она уволена и уже еще раз закроем и откроем все сотрудники вообще никто не поменялось два осталось из трех а как нам понять что это врач может быть этим а можно его как-то вызвать операции оперативные хирургии двадцать семь тридцати а то и этого и что до него? два чуть блин и что? поменялось а ничего не поменялось блин ну ладно давай еще через пару минут вернемся к этому вопросу что там мы никак не можем застряли может поторопились что? что поторопились? ну не знаю повреждения пандаж ну все его все назначено пусть госпитализация все интересно что и врача не показывает сейчас за что задача для страховой компании была выполнена? а что за статья я так и не понял у меня наняли 20 рублей а ах ты что премии нам не дали? дали ухти их было 19 тысяч стало 18 мало где 20 штук а вот это вот что означает вот эти это все в порядке это сумма только для персонала о сумма для всех пациентов ну вот он такой не мальчем это не помните блин что делать сиди 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 отдыхать и пить чай давай да перерыв так мы уже больше часа калякаем аж час двадцать уже серьезно давай прощайся ой я теперь не усну пока не придумаю что сделать где найти хирург нам надо собраться с мыслями и сообразить и и понять ну в общем новая игра новый интерфейс есть какие-то опции которые в тупоинте были элементарные простые здесь абсолютно непонятно не очевидно ну тут приближены к реальности хотя я думаю что это ну ни в какую это не схожи с настоящей больнице у нас в стране но схожи наверное с европейскими если взяли с американскими но мы докопаемся до истины найдем найдем хирург который будет работать хирургом я думаю что их надо обучить ну тут нет такой опции обучить ну говорили что обучать тоже они а что еще вылечить двадцать пять пациентов иметь баланс выше нуля но смотри если мы к концу дня этого не это не уменьшим то плюс не выйдем то нам труба а мы можем не выйти потому что нам зарплату еще заплатить надо а на ее надо платить в девять часов вечера осталось в общем то десять часов пациент под опеку был вылечен и готов к выписку позвольте пацану вернуться да good bye только деньги заплати опять дождь ты понимаешь что что опять дождь а да да это не лондон случайно мэйби 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 может и Киев хотя в Киеве сейчас не время дождя совсем что-то мало пациентов да учитывая то что двенадцать часов да там мы на каком этаже на втором этаже поэтому так кажется что их мало на самом деле они есть их много их очень много ну двадцать три по крайней мере двадцать четыре а это ушло уже быстро были постепенно у нас уже в плюс четырнадцать тысяч о награды тридцать тысяч ура мы уже в плюсе все пока никуда не тратим никуда не тратим да конечно наблюдаем за пациентами что достигнут ты же в конце дня 70 я даже не знала такой болезни свиной цепень как это ты не знала мы изучали это еще по белому белохе нам рассказывали не знаю про всякие лямбрии там вот эти а эти гады могут до двадцати метров вырастать в тебе так и лямбрии эти тоже боже мой они живут практически всю жизнь с тобой вывести их сложно и чаще всего те люди которые худые ну или был толстым а потом резко похудал то это череп вот как мы можем решить они вообще недоступны для отсутствия а ты попыталась нанять нет этот пациент не может быть госпитализирован потому что у нас нет общих хирургий отделение общих хирургий отделение я понимаю почему мы его не открыли это отделение если оно у нас вот оно комната кабинет у нас есть вообще лифт сюда ждать нам третий то он проведен на третий этаж да они что мы есть ну вон он стоит и народ туда же ходит но эти врачи а справка нам ничего не расскажет и в то что готовность а готовность это что означает что все в порядке стоит размять несколько каталок чтобы спешить проблем может может ну каталки в комнатах красный маркер обозначить чего-то не хватает совет красной цифры в комнатах его персонала говорят о том что чего конкретно не хватает галочка стоит да да но вот такой маркер означает ну да что чего-то не хватает ну класс комнаты отдыха комната отдыха есть комната отдыха нет да не хватает думаешь я надо сделать а подожди где это а вот эти но зеленый нолик означает что все не обязательно да красная говорит о том что точно ну я даже не знаю а персонал или как еще можно я персонал f7 курсор мыши персонал на панели управления прочитайте подсказку дневную ночную смену выберите необходимый персонаж и поместите его в комнату где он будет работать после расположения персонаж сам найдет ближайшее рабочее место что мы практически делали ну давай еще раз вернемся может еще появился кто-то кто кто нам ну вот это вот она это поршня которая могла бы нам подойти проводить операции в качестве операционного хирурга в отделении общей хирургии она не будет работать да у нас есть общая хирургия или у нас отделение и у нас вот это отделение которое называется хирургия или общая хирургия или операционная нам нужен хирург это по сути хирург который может проводить операцию ну и все вообще мы видели с тобой что кажется на каком-то этаже да была хирургия или нет ну вот операционная операционная вот кто это у нас ну это операция это по этим переломам я просто хочу посмотреть специализацию вот этих хирургов хирург 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 травматолога может его или как манить на нашу надо всех наверное посмотреть ортопедии это они все в ортопедии какая разница их же можно я понял да это знаешь как вот это где-то вот эта кнопка F7 вот здесь врачи тут можно посмотреть всех врачей вот где все сотрудники это наше отделение общей хирургии кажется вот вот видишь значок общей хирургии если ты ортопедию то будет другой значок вот видишь вот у этих видно что у них есть навык вот вот хирург там а что она тут делать я не понял по моему берем ее здесь и вот здесь она станет да она что нужно еще сделать все просто галочки поменять они смотри в которой ничего не меняется так и вот этот еще тоже хирург но не получается здесь поменять видишь вроде как просится что-то тут происходило а может надо основную специализацию поменять в общем вторая первая еще одна ничего не поменялось да давайте вот она же уже теперь у нас хирург травматом даже это видишь своими глазами да наконец-то может должно пройти пару минуток времени я не знаю что это сказать перейти к ней выписать и перевести в другую больницу что-то мы можем сделать ну госпитализация в пить наверно ну да сейчас идет госпитализация в пин интенсивной терапии так у него перетонит а скорее всего надо оперировать отправить невылеченного пациента в другую больницу ну давай давай в мою пока не вылетим к сожалению ну а мы со своей стороны можем вернуться еще раз посмотреть ничего не поменялось как было ноль так и осталось странно вообще странно куда ну ну а давай это помнишь там где отделение закроем а потом откроем ну только сразу да вот так закрывай и открывай и открывай как же пациент не работает один пациент лежит так ощущение что где то надо это включить вот эту кнопку по госпитализации где это сделать закрытие вот эта эта шумы закрыли открыли так пациент используется на это очень странно подумаем вовсе не вероятно самое интересное некоторым по 71 год и не работает вот она хирург но она дома показывает странно почему дома а день ну давай ее на ночную или пока я уже забуду линия диагностики пациента у нее нет потому что она дома как у нее может быть пациента потому что типа отделения не работают я думаю интересно что анестезиолог вроде бы был и нет а ну вот этот анестезиолог ну что то пока тоже ничего не поменялось но она может закрыть нет типа анестезиолог он может работать но он и есть анестезиолог странно очень странно а если там где михает нажать то ничего не происходит просто вот мы в отделении хирург стационар не работает из-за того что нет хирурга и анестезиолога так она видна не еще раз вот где она видишь у нее сейчас что непонятно что смена Ну, то есть в этих кто тут ищет? Ну, да. Либо дневная, либо ночная. Давай попереключаем смену. Пока нет ничего. У нас-то есть хирурги. Все операционные есть. Пене есть, ординаторская. Так как нет, а КГУ и УЗИ нет. Ну, они же как бы и не на кинет. Ну, лаборатория еще нет, а хирургия. Понимаешь, это причина? Ну, давай, это последний шанс. Ну, как бы рискованный шанс. Не знаю, насколько может потянуть. Ну, да, посмотрим. Хотя бы предзаним. Ну, тут же же, ну, цену не пишут. А, да. Они пишут. 20 тысяч. Нет. Давай подождем в следующем дне. И в это будет в следующей серии. А на этом мы с вами прощаемся. С вами была Юля и Вадим Сена. Я очень старалась. Мне прям ручки заморзли. Подтвердить. Да, льдышки надо греть. Надо греть срочно. До скорого. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии по поводу игры. Как нам вообще запустить это хирургическое отделение. Если кто знает, пишите. Очень срочно надо помочь. Спасать больницу. До скорого. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok